Здравствуйте, уважаемые коллеги! 11 часов. Давайте начнем наш семинар. И сегодня у нас Андрей Николаевич Шалюгин рассказывает про работу свою и коллег. Исследование характеристик модулей при создании жидко-аргоново-торцевого-адронного колориметра установки АТЛАС. И это, собственно, предзащита кандидатской диссертации. Сколько времени хотите, Андрей Николаевич? Ну, отлично. Начинайте, пожалуйста. Представляется работа исследования характеристик модулей при создании жидко-аргоново-торцевого-адронного колориметра установки АТЛАС. Работа посвящена Виктору Николаевичу Первушину, который стал мотиватором написания этой работы. На этом слайде представлены разделы, которые я собираюсь представить. Это цели и задачи диссертационной работы, описание хек-калориметра, несколько слов из теории ионизации в жидком аргоне и в практическом плане загрязнение кислородом жидкого аргона. Серийное производство, которое было сделано в LAP-AI, проверка модулей на тестовом пучке СПС-скорителя, радиационная стойкость системы низководного питания. В заключение я сформулирую выводы. Цели и задачи. Протестировать следующие составные элементы хек-калориметра с помощью специальных радиационных тестов на этапе подготовки к серийному производству модулей. Конструкционный материал, электронные компоненты на предмет загрязнения кислородом жидкого аргона. Переднюю детекторную электронику, галлия, санит-чипы, при температуре жидкого азота и систему ее низководного питания при комнатной температуре на предмет радиационной стойкости. Провести высоковольтный тест на воздухе и в жидком аргоне в финальной фазе процесса серийного производства модуля хек-калориметра. Провести выборочную проверку модуля-калориметра на тестовом пучке СПС-ускорителя в ЦИРНе с целью получения разрешения на электронах и адронах. Установка АТЛАС. Здесь представлена установка АТЛАС, главной задачей которой является поиск хиггс-бозона и определение ее массы. На этом рисунке представлена схема установки АТЛАС. Желтым цветом выделена жидкоргонная калориметрия, которая состоит в центральной части из электромагнитного барреля-калориметра и по краям торцевые калориметры в составе электромагнитный эндкап, хадроник эндкап и форвард-калориметр. На следующем рисунке представлен торцевой калориметры, которые находятся в одном объеме криостата, то есть здесь представлены темно-коричневым цветом передний адронный эндкап, коричневого цвета задний эндкап адронный, и в центре находится форвард-калориметр, и спереди находится электромагнитный эндкап. На следующем рисунке демонстрируется внешний вид модуля переднего адронного торцевого калориметра. Он состоит из следующих элементов. Медные пластины, стягивающие шпильки, 7 штук, балки, алюминиевые балки, платы передней электроники. Этот модуль является одним из 32 модулей в колесе переднего калориметра. Далее на этом рисунке демонстрируется схема между двумя межплитного расположения элементов. То есть межплитный зазор состоит из двух периферийных электродов, одного центрального считывающего, и хонекомб ковриков зазора формирующих, и жидкого аргона, который отмечен голубым цветом. На этом слайде рассказывается несколько слов, я хочу сказать о теоретическом части. Детектирование заряженной частицы в жидком аргоне предполагает применение индиционного метода регистрации. Заряженная частица образует в жидком аргоне пара ионов, которые двигаются в электрическом поле к электродам, и таким образом образует индиционный ток. Движение ионов в жидкой среде описывается дифференциальным уравнением второго порядка, которое представлено здесь, и оно не имеет точного аналитического решения. Но, однако, если исключить... А, это уравнение состоит из следующих членов. Член, отвечающий за дрейф ионов, второй член, отвечающий за диффузию, и третий член, отвечающий за рекомендации ионов. Если пренебречь членам, отвечающих за диффузию, то решение этого дифференциального уравнения может быть найдено. И оно было найдено немецкими физиками из Калсруи и американскими физиками из Калифорнии, Томасом и Аймеллом. Немецкие физики руководствовались при решении этого уравнения клонообразной формы представления ионизации. Американские физики руководствовались представлением ионизации в виде квадратной призмы бокса. И, соответственно, модели, которые они получили, стали называться клонообразная модель ионизации и бокс-модель ионизации. Однако, отличительной чертой этих решений является разное значение Е0. Е0 – это напряженность электрического поля при насыщении ионов, насыщении, в первом случае, колонны, насыщение ионами колонны и, в другом случае, насыщение ионами бокса. Отличительной чертой этих решений, так это я сказал, что если перейти от абсолютного значения, абсолютной характеристики решений к относительному, то представленные решения упрощаются и превращаются в фактор ослабления заряда, формула которого представлена в этом виде. Эта формула можно использовать для определения концентрации загрязнения кислородом жидкого аргона, который позволяет использовать отношения зарядов до загрязнения и после загрязнения. Справа представлен график, который показывает калибровочное загрязнение кислорода калибровочное загрязнение кислородом жидкого аргона при разных значениях концентрации. Видно, что экспериментальные данные экспрессивировались именно вот этой функции с одним свободным параметром π, который является, который измеряется в ППМах. ППМ — это один атом на 10 атомов. Такая концентрация внесистемная единица. И вот эту методику мы использовали для нахождения концентрации атома кислорода при облучении материалов электроникой жидкоргонового калориметра, гаммоквантами и быстрыми нейтронами реактора Рибрид-2. Следующий слайд пока рассказывает о развитии методологии описания единизации в получении более точной функции аппоксимации экспериментальных данных. То есть, авторам была предложена идея, что Е0 не является константой, а зависит от Е. Для экспериментальных данных, которые приведены здесь, касающиеся электроники и фкал-калориметра, использовалась улучшенная функция бокс-модели Томаса Аймела для аппоксимации зарядовой кривой и инизации жидкого аргона от альфа-частиц. Получены параметры зарядовой кривой, которые представлены вот здесь. Стоит отметить, что отличительной чертой этой функции является сопряжение двух моделей. То есть, двух моделей это вот, как я сказал, выше клонообразная модель и бокс-модель. При малых значениях напряженности Е Е0 равняется 470 кВт на сантиметр. Это как в клонообразной модели. А при больших напряженностях больше 30 кВт на сантиметр Е0 становится равным 798 кВт на сантиметрах, которые, как в бокс-модели Томаса Эмэлла. В практическом плане загрязнение, в практическом плане фактор загрязнения, загрязнение, фактор ослабления заряда был использован для исследования загрязнения кислородом жидкого аргона материалами и электронными компонентами жидкоаргоновых калориметров ХЕК, МЭК, ЭФКАЛ. Здесь представлена установка, которая была сделана на канале номер 3 ультрах холодных нейтронов реактора ИБР-2 лаборатории нейтронной физики ОИАИ. Представлены чертежи, этот слайд включает себе чертеж индиционной камеры и передней части установки. Индиционная камера имеет следующие параметры, которые представлены в таблице справа. Представлена в таблице справа, это индиционная камера, она использует альфа-источек Америцы-241, располагается внизу криостата, рядом с ней размещаются образцы. Индиционная камера защищается от образцов экраном, которые вот здесь для чертежей присутствуют. на рисунке отвечающие за общую чертежи, ответственные за общую схему установки. Можно видеть, что пучок нейтронов, вывод пучка нейтронов имеет размер 40 сантиметров в диаметре, и к нему сопрягается подвижная платформа с подставкой под криостат, коммуникационными криогенными трубами и другими коммуникациями. Спереди располагаются дополнительные пластины для выставления режима. Это пластины из свинца или из карбида-бора для режимов, для различных режимов. В центре располагается схема криогеники, то есть надо сказать, что жидкий аргон получался из газообразного аргона с помощью системы, с помощью очистки и охлаждения газообразного аргона. Очистка аргона проводилась с помощью EMC-метода Intermetallic Compound метод института неорганических материалов Ботчмара, который использует для очистки порошок сплавов металлов, и этот метод позволяет получить кислосодержащие примеси меньше, чем 1 ppm. Для охлаждения аргона использовался жидкий азот, который прогонялся через криостат по змаевику. Справа представлена схема электроники, которая была использована на этой установке. То есть это стандартный спектрометрический канал, который использует зарядочувствитель и предусилитель, формирователь, аналоговый цифровой преобразователь и управляемый источник питания, управление которых производится через магистраль, которые сделаны в стандарте камок и используется управление через магистраль камок. Программное обеспечение написано в среде блонд-паскаль. Стоит отметить, что автор сделал наибольшую вкладу в эту часть работ с точки зрения проектирования индиционной камеры, создания спектрологического канала, написания программного обеспечения. Также принимал участие в работах сборки, проведения сеансов и ремонта установки. На следующем слайде пока демонстрируются фотографии, которые сделаны автором. Вот демонстрируется выход отверстия вывода пучка. Подвижная платформа с коммуникациями. Здесь значит должен быть стоять криостат, который находился в процессе монтажа. Эти фотографии сделаны во время инспекции лидеров жидкооргонного клариметра Хорста Берлак и Криса Рам из Канады. Хорста Берлак из Германии и Криса Рам из Канады. Этот слайд посвящен радиационной обстановке в районе проведения исследований. Значит здесь представлены график спектра нейтронов и таблицы гамма мощности гамма дозы которые сделаны в районе криостата. Спектр нейтронов я хотел бы сказать что спектр нейтронов был получен с помощью использования пороговых реакций которые представлены здесь вверху и точки на этой кривой на этом графике были получены нейтронно-активационным анализом то есть фольги из чистого чистых материалов облучались нейтронами в реакторе Рибель-2 потом по активности находился с помощью германия литиевого детектора определялось количество и строилось вот эти вычисленные кривые на этом слайде представлено все то что относится к проведению исследований загрязнения кислородом жидкого аргона в начале мы проводили калибровку шкалы АЦП с получением перевода канала АЦП в фемтокулоны затем мы проводили затем проводились высоковольтный скан от 0,3 до 2 кВ с шагом 100 вольт вот здесь показаны две точки по высоковольтному скану после проведения сканов до и после облучения получались точки кривой фактор ослабления заряда как отношение до облучения к заряду после облучения и дальше полученные точки аппроксимировались функцией со свободным параметром пи в пи-пи-емах описанные ранее функции которые я сказал в теоретической части здесь приведены результирующие графики для трех видов циклов для трех циклов в первых двух циклах получило что загрязнение не было обнаружено а при облучении материала перепрек материала печатных плат из материала перепрек было получено загрязнение на уровне 4 пи-пи-ем для при облучении 96 килогрей и потока 1 на 10-16 степени нейтронов на сантиметр квадратный отложенные точки помещаются в калибровочные между калибровочными точками для между калибровочными значениями загрязнения кислородом калибровочные загрязнения кислородом жидкого аргона с 3 3.5 пи-пи-ем и 5.4 после проведения после проведения революционных тестов проводилось серийное производство которое было выполнено в лаборатории ядерных проблем в корпусе 113 комната 112 здесь внешний вид этой чистой комнаты то есть было она оборудована то есть было внешне еще еще одно помещение было сделано двухконторная циркуляция воздуха очистка все все требования коллаборации были выполнены по по чистоте по влажности по количеству персонала то есть минимальное количество оптимальное количество бригады сборки составляли два человека максимально три это было важно из-за того чтобы сохранялась влажность во внутреннем помещении здесь регистрация основной также основной критерий основной как это сказать второй аспект при производстве серийном производстве было проведение длительного теста модуля на воздухе сначала на воздухе в лаборатории ядерных проблем а затем в жидком азоте аргоне в церне этот длительный тест он был необходим для того чтобы проверить наличие в зазорах медной стружки или пыли в случае если были сбои высоковольтного теста то приходилось делать разборку модуля чистку снова сборку и проводить длительный тест опять то есть он проводился в повышенном при повышенном напряжении 2,5 кВт и смотрелся ток меньше 300 нанампер стоит сказать что в дальнейшем в интеграле получилось что 26 зазоров то есть в 26 зазоров высоковольтное то есть не могли не могли выполнить решить проблему с с утечкой то есть из 10 тысяч вот 26 зазоров только оказались в нерабочем состоянии ну они просто выключались и колометр продолжал работать в штатном режиме после после теста после серийного все серийные все модули хекколориметра которые были произведены в лаборатории ядерных проблем тестировались на пучке СПС-ускурителя в ЦЕРНе была создана специальная установка для тестирования здесь вот она представлена она состоят триггер триггер этой установки включает в себя сигнал с Челенковского счетчика вершинный вершинный институционный детектор счетчик гидроскопические стенки ВМ М1 М2 Кроме того в трековой части были использованы пропорциональные камеры производства ляб которые отмечены МВ1 МПС-2 МВ2 до МВПС-5 для 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 отсева для отсева протонов из пучкового гала использовался ветосчетчик ЭВМ и для уменьшения количества использовался слой свинца для отсева фоновых мионов за криостатом были установлены гидроскопические стенки М1 М2 с железом на этом рисунке демонстрируются возможности входа частиц здесь представлено три модуля которые были установлены в криостат пунктиром показаны ограничения окружность это диаметр окна криостата а прямоугольником пунктиром представляются возможности управления откладающими магнитами здесь представлены точки которые используются в дальнейшем для для анализа взяты точки G G и K которые относятся к трем разным модулям здесь этот слайд посвящен несколько подробно для демонстрирующих подробно демонстрирующих Параметры камер сведены в таблицу. Здесь проведены графики обработки для обработки файлов для пионов и позитронов, в которых были получены распределения размера кластера для всех камер. Было получено размер кластера в районе единицы, что говорит о правильной установке режима высоковольтного питания. Также стоит отметить, что камеры были востребованы, когда проводилось исследование калориметра в районе мертвых зон, когда модули состыковываются между собой на границе стыка. Здесь получены разрешения на электронах, которые были получены калориметры в трех точках кода G, G и K, которые относятся к трем разным модулям. Сначала была восстановлена реконструкция энергии, когда использовался калибровочный коэффициент, калибровочный электромагнитный коэффициент около трех мэф на нанампер. На основе этих распределения были положены на этот график. Аппроксимация одной функции трех наборов данных из трех модулей дает значение стокарстического члена А и постоянного члена Б в сравнении со значением моделирования Монте-Карло. Здесь представлены значения, полученные А и Б, и значения Монте-Карло на крайне правой графиках. Представлена информация о значении стокарстического члена и постоянного члена для всех точек измерения, которые я рассказывал ранее. Следующий слайд рассказывает о разрешении на пионах. Таким же образом были получены реконструкции, были выполнены реконструкции энергии. Стоит отметить, что адронный калибровочный коэффициент не являлся константой, был измерен для каждой энергии отдельно. Эти точки были положены в этот график, и они аппроксимировались в функции, стандартной функции, которая демонстрируется внизу. И были также получены члены, стокарстический член А и постоянный член Б для трех точек входа, в данном случае пионов, G, J и K. И дальше сравнивали со значениями из моделирования программы G-Color. Вот значение здесь показано, представлено внизу. Следующий раздел рассказывает о о радиационной стойкости, о проведении исследований, которые были проведены автором, исследования радиационной стойкости системы низковольдного питания. Вначале стоит отметить, что были вычислены требования для радиационной стойкости. То есть требования – это критерии радиационной стойкости по гамма-квантам и по нейтронам. Гамма-кванты – инвизирующие излучение, нейтроны – неинвизирующие излучение до 20 мФ. Используется методика рабочей группы по проверке радиационной стойкости. ЦЕРН использовала такую формулу. И автор получил значения критериев, которые вот здесь демонстрируются внизу. используются промоделированные уровни излучения за 10 лет работы и установки АТЛАС, факторы безопасности, учитывающие неопределенность моделирования уровня излучения, факторы безопасности, учитывая неопределенность от скорости набора излучения, и факторы безопасности, отвечающие за технологические различия при производстве купленных компонентов между собой. Система низковольдного питания демонстрируется вот на этой плате. Это вот 10-канальный распределитель питания. Он состоит из трех главных блоков. Это LMB-интерфейс, контроллер QuickLogic на основе QuickLogic чипа и регулятор напряжения положительной и отрицательной полярности. Здесь демонстрируется то, что было уже сделано до меня. Осталось только протестировать радиационную стойкость контроллера управления. Здесь показаны результаты тестирования. То есть тестирование проводилось в два этапа в онлайн-тестировании. То есть по методике рабочей группы традиционной стойкости ЦЕРНа нужно было проводить контроль двух аспектов. Это электрический параметр, ток потребления и тест архитектуры, то есть частота ошибок. В первом этапе тестировались два чипа вот этой серии QuickLogic 3012 в корпусе 84 ножек. Сначала тестировался в гамма-источниках кобальт-60, а потом использовался на канале ультрах холодных нейтронов номер 3 с N-гамма-конвертером и без него. Во второй части уже тестировались 10 чипов. Вот этого типа. И они установлены прямо непосредственно в прямой пучок нейтронов. Были получены следующие результаты, которые представлены здесь. Эти результаты демонстрируют, что критерий стойкости был успешно преодолен. Стоит отметить, что повреждения произошли при 63 плюс-минус 6 мА, что в 11 раз выше первоначального тока потребления. Здесь представлены основные результаты работы. Здесь основные результаты работы отражены в выводах. Первое. Создана физическая установка на канале номер 3 реактор ИБР-2 ЛНФ ОИАИ, включающая радиационную стококсиненционную камеру с альфа-источником, электронный тракт регистрации и систему сбора данных для проведения исследований загрязнения кислородом, жидкого аргона, материалом и электронными компонентами жидкоаргоновых калориметров ХЕК, ЕМЭ, КАВКАЛ в сильных радиационных полях. Суммарно получена гамма-доза около 1 мегагрея и поток около 10-17 степеней нейтронов на сантиметр квадратный. Второе. Показана необходимость исключения печатных плат из материала припроект и жидкоаргоновых калориметров из-за загрязнения кислородов жидкого аргона на уровне 4 ппм при дозе гамма-излучения 96 кГ и интегральном потоке единицы на 10-16 степени нейтронов на сантиметр квадратный. Возможно же использование стальных материалов и электронных компонентов в жидкоаргоновых калориметрах ХЕК и МЭК-ФКАЛ. Третье. На созданной ионационной камере экспериментально получен параметр функции аппроксимации зарядовой кривой ионизации жидкого аргона от альфа-источника в рамках современной интерпретации бокс-модели А равно 720.6 плюс минус 5.6 киловольт на сантиметр В равно 0.83 плюс минус 0.4 тысячных сантиметра на киловольт К равно 0.48 плюс минус 0.1 сотая Четвертое. Определена радиационная стойкость системы контроля и управления исковольным питанием ХЕК-калориметра состоящая из следующих элементов QL контроллера LNB интерфейса и регуляторов напряжения положительной отрицательной полярности которая составляет 381 плюс минус 52 ГР по дозе ионизирующей излучения и 11,1 плюс минус 2,5 умножим на 10 в 12 в цепени нейтрон на сантиметр квадратный по потоку не ионизирующего излучения до 20 мФ Эти величины удовлетворят критерии радиационной стойкости Пятое. Создана трековая часть установки для тестирования модулей ХЕК-калориметра проведения комбинированных тестов с модулями ЕМЭК и ЭФКАЛ на базе пучковых двухкоординатных пропорциональных камер 8 плоскостей на тестовом пучке СПС-скорителя в ЦЕРНе Шестое. Проведена проверка 30 передних и задних модулей ХЕК-калориметра на тестовом СПС-скорителе ЦЕРН Получено значение стахастического члена А и постоянного члена Б энергетического разрешения для электронов А равно 21.4 плюс-минус 0.2 процента умножить на коридность ГФ и Б равно 0.3 плюс-минус 0.2 процента А также заряженных пионов А равно 70.8 плюс-минус 1.5 процента умножить на скольки ГФ и Б равно 5.9 плюс-минус 0.1 процент Автор глубоко благодарен своему научному руководителю доктору физмат-наук Владимиру Владимировичу Глаголеву за научное руководство внимания к работе, ценные советы и постоянную поддержку Хочу выразить глубокую признательность первому руководителю темы Атлас ВОИЯИ доктору физмат-наук Николаю Артемьевичу Русаковичу за политическую и финансовую поддержку также выразить особый признательность руководящему составу группы жидкоргонного клариметра ВОИЯИ кандидат физмат-наук Виктора Васильевичу Кухтину кандидат физмат-наук Александра Павловича Чеплакова кандидат физмат-наук Михаил Юрьевичу Казаринову и кандидат у технических наук Юрию Андреевичу Усову создателя пропорциональных камер установки Гиперон кандидат физмат-наук Александру Анатольевичу Фещенко кандидат физмат-наук Юрию Ивановичу Давыдову кандидат физмат-наук Игору Евгеньевичу Чирикову Зорину соучастников сборки модулей Александру Борисовичу Лазареву Сергею Николаевичу Шилову Сергею Ивановичу Кокурину соучастников радиационных тестов на реакторе ИБР-2 кандидату технических наук Евгению Александровичу Ладыгину Геннадию Александровичу Ерыгину Сергею Михайловичу Клубых за нецемимую помощь неоднократные и полезные обсуждения Здесь список публикаций И вот спасибо за внимание Здесь значит показаны внешний вид модулей жидкоргоновых калориметра жидкоргоновых калориметров непосредственно внутри клеостата Спасибо за внимание На тестовом пучке На тестовом пучке СПС-кукорителя Хорошо Спасибо Андрей Николаевич за доклад Коллеги, вопросы, пожалуйста Давайте с залом начнем Пожалуйста Шестой след, пожалуйста Каким образом определялась величина загрязнения по изменению амплитуды инновационной камеры? Ну вот мы использовали зарядочувствительный Спасибо за вопрос Мы использовали зарядочувствительный усилитель И использовали именно амплитуду По амплитуде По амплитуде Теперь вот вы там проверяли всякие образцы Вон там, где у вас написано сам пульс А вот это загрязнение То есть они могли газить Испускать кислород, так? То есть вот эти образцы Они могли газить с кислородом, да? Из-за чего появлялось загрязнение? Ну да Вопрос такой А со временем это не исчезает? Может быть они постоят А потом стабилизируются Все уже ушло? Ну это в статье было написано Но я как бы не включил в это самое То есть Эффект со временем не исчезает Не исчезает Он маленько уменьшается, но не исчезает Ну еще маленькое замечание Вы много раз использовали аббревиатуру Аббревиатуру хек-калиметр Но надо хотя бы раз ее вначале расшифровать Что такое этот хек? Спасибо за вопрос Еще вопрос Андрей, вот вопрос Когда вопрос идет о загрязнении С разными образцами Там кроме кислорода могут быть другие Какие-то электроизвестительные добавки Наверное, которые могут повлиять Или все-таки нет влияния других То есть только кислород здесь работает Спасибо за вопрос Значит Это наиболее актуальный именно кислород Кислород Захватывает Уменьшает Как бы собираемый заряд В калориметре То есть в этом смысле Это вот самый опасный Активный элемент Кроме кислорода В принципе используется Плохо влияет это азот Кроме больше других элементов Кимических В практике физикоэкспериментаторов Не рассматривается То есть когда рассматривается азот То для определения концентрации азота Требуется другая функция аппоксимации Она не зависит от напряженности поля Так еще такой коренький вопрос Наверное никогда не занимался Жидкогонами Не смотрел детали Когда очень высокая Высокая радиационная загрузка Там электрическое поле Заряд объемно не влияет На электрическое поле Или там слишком большое поле Что объемный заряд не будет никак влиять Все условия Которые сейчас работают Калоринка Вот при этой светильности Не приятно Но при большей светильности А это будет на светильности То есть эффект уже будет Там переделывается электроника Там не только электроника Там уже Там электрическое поле Будет меняться Тогда Но вы не сможете поменять Механику Да Еще вопрос, пожалуйста Спасибо за интересный доклад Разрешение для электронов Можно послать 13-14 Мой вопрос следующий Почему у вас константы члены не ноль Монте-Карло ноль Что естественно Так как у вас электронный ливень Электромагнитный ливень Полностью укладывается в ваш калорий А здесь он целых 0,3% С чем это связано? Монте-Карло В эксперименте у вас получен Члены константы Может 3% И на граффити По всем точкам Видимо, что он достигает Даже 0,5% Что связано Как правило С утечкой энергии Электромагнитного ливня Но у вас ливень Полностью укладывается В ваш калорий Поэтому с чем связан Такой член? Ну вы знаете Спасибо за вопрос Я подозреваю Что То есть я как бы Я отметил Как бы методику Получения Отлика На электронах То есть Там При больших Энергиях Больше 175 ГЭФ Используется Не одна ячейка А несколько ячеек И как бы Считается Что может быть Эта вот граница Она как бы Не совсем правильная И как бы Я предполагаю Что именно из-за этого Происходит Именно Неаккуратность В реконструкции Да А если у вас Линейность Отклика На электронах В зависимости от энергии То есть Такой график Не приведен А он важен Ну как бы Это Выступает За рамками Работы Но Почему Это не за рамки Для Характеристик Калориметра Приводится Два графика Разрешение И линейность Отклика Вот линейность Отклика Отсутствует В зависимости От энергии То есть Для электронов Она должна быть Константой Для Адронов Это растущая Функция И так далее То есть У вас нет Нет Может Добавить Хорошо Следующая Тогда Страница Для Адронов Вопрос Близкий Вот почему Константный член Столь велик Почти 6% С чем Это связано Вроде бы Калориметр У вас Ну достаточно Большой И полностью Перекрывает Размер Адронов Ливня С чем Связано Вот эти Утечки Ну Константный член Продирижут Утечки Ливня За пределы Калориметра С чем Это связано Спасибо За вопрос В этом В этом Сетапе Отсутствует Спереди Электромагнитный Калориметр Вклад Электромагнитного Калориметра Это две Ядерные Длины И поэтому Получается Что Не полностью Мы регистрируем Ливень Понятно Здесь Также Было бы На мой взгляд Важно Увидеть Линейность Отклика То есть Отношение Энергии Зарегистрируемой Кучковой Энергии То есть Нет у вас Таких Тоже Нет Еще тогда Вопрос Относительно Сборки Ну А как Существует Два Энкапа То В ДУКе Собирались Оба Энкапа Или Это Модули Для обоих Энкапов Или Это Не так То есть Какой Объем Работ Был проведен В ДУКе Да Я забыл Сказать Что Зона Ответственности ОИЯ Вместе С Институтом Физики Макса Планка Это Передние Энкап Передние Модули Калориметра А Институт Физики Высоких Энергии И Ванковер Центр Триумф Это Вот Задние Модули Калориметра Для Для Переднего Для Модуля Переднего Калориметра У нас Была Половина Колеса Сколько Это Модули Ну Колесо Тридцать Два Модуля Два Колеса Это Шестьдесят Четыре Шестнадцать Спасибо большое Еще вопросы Пожалуйста Может Изум Саша У меня Такое Вот Не вопрос Скорее Замечание У Андрея Николаевич Он Неоднократно Говорит Об исследовании Печатных Плат В том числе Это Входит И Выводы Глобальные Там Говорится О материале Приплек На самом деле Приплек Это Не материал А группа Композиционных Материалов Которые В общем-то Сильно Отличаются И по составу Слизующего И по составу Основ Поэтому Когда Говорится О таких Исследования Хорошо Было Бы Указать Какие Конкретно Материалы Были Исследованы То есть В принципе Это Просто Человек Который Занимается Печатными Платами Очень реже Слов У меня Все Спасибо Еще есть У нас В зоне Вопросы Комментарии На этом Графике Четко Видно Что Монте-Карло Систематически Отличается От Экспериментальных Данных Как-то Было Найдено Объяснение Почему Экспериментальные Данные Превышают Предсказания Монте-Карло По Разрешению Калориметра Или Это Не было Спасибо Спасибо Андрей Николаевич Что можете сказать То есть Как бы Это Не совсем Была Сфера Ваших Занятий Да Обработка Данных Ну вот На этом На На Тестовом пучке Эспресс-ускорителя Я в основном Занимался Камерами Которые Были То есть Занимался Обеспечением Функционирования Камер То есть Я Как бы Принимал Активное Участие При создании Тестировании И как бы Потом На самом Пучке Я Обеспечивал Робоспособность Этих камер И Как бы Анализ Робоспособности Хорошо Я думаю Что вот Правильное Замечание Было сказано Что надо Показывать Линейность Калориметра И вот Эти графики Как для То есть Электронов Так и Для Дронов Должны быть В доклад Включены В дальнейшем Да То есть Это На мой взгляд Нормально Что вы Используете Результат Тестового Пучка Поскольку У вас Существенный План Введен Его работу Получение Этитата Ну И в статьях Наверняка Отмечалась Вот эта разница И объяснялась Почему Она Просто Необходимо Взять Выдержку Из статьи И найти Ответ Хорошо Я вас понял А так Без всякого Сомнения Это интегральная Характеристика Вашей работы Проведенная Для того Чтобы Тест Прошел Удачно И успешно Спасибо Спасибо Еще Вопросы Комментарии Ну Вон Туда Поблагодарим Андрея Николаевича Спасибо 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 Спасибо